Сможет ли игре вихват понять предмет, на котором игрок? Возможно ли жонглировать снарядом от ракетницы между игроками? И возможно ли поджечь игрока при помощи обычного факела? Как дела, народ? Я тут немного почитал ваши комментарии, набрав весьма неплохих идеек. Между делом успел ролик из тиктока почекать. Если, конечно, вы понимаете, о чём идёт речь. Уже вот, вот совсем скоро всё будет. Это, кстати, мой код автора для поддержки. Не ленитесь и вводите. Ну и погнали, собственно, к экспериментам. Как оказывается, на карте много NPC, которые выдают себя не за простых, добродушных, радостных жителей этого острова. А хотя они себя вообще не выдают, пока именно ты их не рассекретишь. И мне уже давно писали, чтобы я проверил, что после рассекречивания будет делать инопланетянин. Может он уйдёт куда, а может будет стоять на месте. В общем, давайте смотреть, кто там любит жрать кошачий корм. Как только прошёл агр, по первым шагам я уже думал, сейчас бот свалит с локации и куда-то пойдёт. Но всё оказалось очень просто и бот остался патрулировать местность. Хотя порой снова казалось, что бот стремится куда-то уйти. Я полагаю, ознакомить каждого из вас с багажником от машины не нужно. Только не подумайте, я не буду что-то ложить в багажника от пикапа. Подписчик в дискорде написал идейку, где предложил что-нибудь положить в багажник от седана. Разница несущественная, но только на первый взгляд. Вот только багажник просто так не открыть. Для начала надо разбить машину. В реальности всё проще, надо нажать кнопку или потянуть за ручку. Мои гайды не вздумайте применять URL. Особенно с переворотом машины. Но об этом узнаем в процессе. Давайте проверять. Багажник открыто открыл. Конечно не совсем стандартным способом, но сам факт того, что багажник существует только в наших головах. По факту коллизию он не имеет и соответственно положить ничего нельзя. Следующий эксперимент, который вы мне форсили в сообществе на ютубе, где хотели посмотреть, можно ли взять двум игрокам кровихватами один предмет. Давайте узнаем. Я думал, что будет нельзя, но всё же игра это позволяет сделать. И я решил глянуть, что будет, если два игрока будут расходиться в разные стороны с захватом. И тут взятый предмет остаётся прям по центру исходящихся игроков. Но это не длится вечность, и тот, кто тошёл дальше определённого радиуса, оттого и цепляется предмет. Так что таков исход. В старых выпусках я проверял на НЛОшке, можно ли поднять на предмете игрока. Вроде как, если это делать очень медленно и на маленьких предметах, то этого результата добиться можно. Сейчас же вы просили посмотреть, как это будет реализовано с кровихватом. Сможет ли кровихват поднять игрока на предмет или хотя бы попробовать выстрелить? Ну, если не получится первое, то и второе соответственно тоже. Поэтому давайте глянем на сам процесс. Субтитры делал DimaTorzok В принципе, если захотеть, то поднять тиммейта выйдет. Но, как видите, не всегда это может получиться идеально. Даже скорее вы быстрее убьёте тиммейта, чем запустите. Хотя запустить тоже реально, что меня очень сильно удивило. Так что, если не хватает момента, то дерзайте. А так можете ног своего тиммейта и не собрать. Уже очень давно, как только появились тарелки, я видел пару идей. Где писали попробовать взять пламя тарелкой из определенных источников на карте. И попробовать убить этим пламенем игрока. А вопрос заключается в том, что даст ли килл тому игроку, который взял пламя захватом. Или игра скажет, что игрок умер сам. Вопрос действительно интересный. Только вот проблема заключается в том, что в лаборатории огонь полноценно не работает. И любое пламя тарелкой берется без проблем. Но как только я перехожу в полноценную катку, где огонь работает, то сам огонь его ломает, в чем его несли. Так что вопрос открытый, можете предлагать исход данной бойни. К гравихвату сделали занятный ролик, в котором схватили снаряд от ракетницы и запустили прямиком в тарелку. Я это хотел посмотреть без трейлера, но да ладно, одной проверкой меньше. Но, ну вот после того, как я поймал этот снаряд, мне интересно узнать, долго ли он может оставаться в таком состоянии невесомости. Может гравихват перестанет держать, может сам снаряд рванет от того, что долго висит. Вот честно, вариантов может быть куча. Поэтому давайте проверим. Первое, что радует, так это то, что сам снаряд не взрывается и даже гравихват не отпускает цель. Если вас позвали кушать, ракету будет некуда запускать, можно ждать сколько угодно. Также мы решили глянуть, долго ли можно запускать ракету из стороны в сторону. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И как оказывается, да. В комментариях дополнительно писали проверить этот способ с гранатой. Но с гранатой я уже стал сомневаться, и даже первые попытки были обречены на провал, так как когда ловишь снаряд от ракетницы, то его помечают как цель, а вот гранату нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но потом я решил уже кинуть гранату не вверх, а на землю, а затем уже схватить. И как оказывается, так работает. Только по той траектории, которую вам показывают, запустить не получится. Главное, что он не рванет раньше времени, а там уже можно потерпеть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хотя и весит граната понты, а тут чем меньше вес, тем дальше летит. Но с гранатой это не работает, и граната кидается как с руки, может быть, чуток лучше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и под конец я решил глянуть, возможно ли выстрелом или падением разбить сейф. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейф себя ведет как неприступная скала, и выстрелившего не повредит, и сам будет после любого полета новеньким. Только вот сейф-любитель попроходить сквозь препятствия. Похоже, я нашел нового мага взамен Поттера. На этом у меня все. Смотрите другие выпуски и предлагайте свои идеи. А с вами, как обычно, был я, Макс. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...